Сто лет прожить не поле перейти, а самое главное и в таком почтенном возрасте сохранить бодрость духа. Сегодня многочисленные гости юбиляра спрашивают его о секрете долголетия. Ветеран улыбается, любовь к жизни, к людям и отказ от вредных привычек. А еще песня «Сне и в бой» в далеком 1942 году и сейчас, когда рядом дети, внуки и правнуки Победы. Победы, где я приеду, на горячем боевом коне, поддержим Победу, где я приеду, на горячем боевом коне. Это награда за заслуги перед Хакасией. Мы вам все бесконечно благодарны, что связали свою судьбу с Хакасией. Это орден за заслуги перед Хакасией. Поздравить ветерана со столетним юбилеем приехали руководители города и республики. Глава региона Валентин Коновалов передает поздравления президента России Владимира Путина, а также вручает фронтовику орден за заслуги перед Хакасией и сертификат на 100 тысяч рублей. Николай Спиридонович уходил на фронт в составе знаменитой 309-й стрелковой Пирятинской краснознаменной дивизии. Сегодня он единственный ветеран в Хакасии, кто может рассказать об этих событиях от первого лица. В боях Николай Спиридонович получил серьезное ранение руки. После войны вернулся в Абакан и работал бухгалтером на ведущих предприятиях республики. И на пенсии фронтовик продолжал вести общественную деятельность. С удовольствием встречался со школьниками, был активистом жилого района Южный. Человек с большим сердцем и душой. Именно по его инициативе министр обороны России Сергей Шойгу передал Хакасии боевые знамена 309-й стрелковой Пирятинской краснознаменной дивизии. С днем рождения вас! Вы легенда нашего города, вы легенда республики Хакасии. Вы достойный пример для нашей молодежи. Здоровье самое главное. Я уже 80 лет инвалидом живу здесь. Дом ветерана полон гостей. Кроме официальных лиц, к дедушке пришли жители района, депутаты гурсовета, молодежные организации. Подарки, слова поздравления, а еще творческие сюрпризы под любимую гармонь. Обним на стерке, на снимке, ты обнимаешь меня, ах, эти тучи в голубом напоминают. Море напоминает самый дом, где кружат чай без окна. Сто лет прожить. Такой подарок судьба преподносит далеко не всем. Телеканал «Абакан-24» желает Николаю Спиридоновичу здоровья. А еще мы благодарим семью ветерана, которая всегда рядом с дедушкой и так хорошо о нем заботится. Пусть там змеи разбежат родною, а любовь ведь уже не лежит.